Приветствую вас! Вот потому, что вы написали, я могу сделать вывод, что ваша проблема, она идет, наверное, из детства. То есть, вам не хватает ласки, любви, тепла, заботы, и вы это ищете в других людях. Почему вы ищете это в других людях? Потому что у вас этого нет у самой. Почему у вас нет этого у самой? Потому что вам этого не дали, не дали родители. И через ваших мужчин, через ваших мужчин, вы пытаетесь этого вспомнить, то, что вам не дадали когда-то, например, ваши родители. Соответственно, если так, то вы же понимаете, что от родителей то, что вы хотите для себя получить, вы этого добиться не можете, потому что родители вам не могут этого дать, вы уже взрослый человек. А мужчина, с которым вы встречались, тоже вам этого дать не может до конца, потому что вам все время нужна порция. То есть, по сути, это зависимость. Это зависимость от человека на потребности в любви, ласке, теплее, заботе. И до тех пор, пока вы сами эту потребность для себя не удовлетворите, и вы говорите, не будет у вас нормальных, полноценных для него отношений с мужчинами вообще. Потому что ваш мужчина, скорее всего, просто использовал, в силу того, что видно, что вы от него зависимы. Вы пишете откровенно, что вы не можете отпустить бывшего, пока не встретите другого мужчину, не влюбите с него. То есть, уйдете из одних отношений в другие. Но это неправильно, потому что человек выступает в отношениях как самостоятельный партнер. Вы не самостоятельный партнер, и вам не хватает ласки, тепла, любви и заботы. Почему вы не любите себя? Вот основной вопрос, который вам нужно задать. Почему вы сами себя не уважаете настолько, что не можете просить одна? Вам обязательно нужно получать и ласку, и любовь, и заботу извне. Вот с чем это связано? Далее. Вы пишете о том, что наедине с собой вам становится плохо и пусто в душе. Вы пробовали разные увлечения, но ничего из этого вас не получало. То есть, ничего это вам не заменяло. Вы понимаете, в чем дело? Может быть, вы и пробовали какие-то вещи, но это очень похоже на простой перебор. То есть, спорт, работа, учеба – это похоже на простой перебор. В действительности вам нужно делать то, что вас определяет как личность. И тогда выдаем себе вопрос. Какой вы видите себя идеальный? Какой вы хотели бы себя видеть? И это только вас касается. Это не касается других людей. Это не касается кого-то еще. Это касается только вас. Что бы вы хотели, а какой бы вы хотели себя видеть? Дальше. Какие у вас способности, какие у вас склонности, что вам нравится, что вас увлекает? Какие у вас интересы? Осваиваете ли вы новые интересы? Развиваетесь ли вы духовно? Расширяете ли вы свой кругозор? Как бы познаете ли вы новые? Это очень важный вопрос для личностного роста. Понимаете, если любовь вы не получили в свое время от родителей, например, или если у вас этой любви не было, вот этой вот ласки, душевной теплоты именно от мужчины, без этого могут быть как проблемы с отцом. То есть, у вас недостаточно теплые, недостаточно близкие отношения с отцом, в результате чего вы от него не получили, теперь пытаетесь получить от мужчины. Но вам это нужно самой получить. И сначала нужно проработать детско-родительские отношения, отношения с отцом. И после, просто вот постепенно, путем освоения культурных ценностей, путем личностного роста, путем заботы о себе, уважения к себе, это купировать. И получать ласку, любовь и теплоту, сперва от самих себя, а потом уже давить это другим людям. А получается, что вы приходите в отношения уже нуждающихся, и за это становитесь зависимым. А может быть, вы не уверены в себе как женщину. И тогда ласка, тепло и забота от мужчины преследуют с собой другую цель. Это цель, постоянное самоутверждение себя, как женщину. Но простите, в таком случае, да и в привилючем случае тоже, вы воспринимаете мужчин как средство. Они для вас средство. Для средства получат то, что вам нужно. Согласитесь, что человек не должен выступать средством в отношениях. Согласитесь, что человек это ценность в себе. И ценность в себе определяет его позицию в отношениях как равную и независимую. У вас в такой позиции нет. И, соответственно, эта позиция в себе вырабатывается. Как? Путем работы над собой, личностным родством и развитием. А также преодолением комплексов и нормальной неуверенности в себе. Плюс проработка детско-радиционерских отношений и освоение средств для получения всего того, что вы хотите получить от мужчины самостоятельно. И только тогда у вас получится выстраивать нормальные отношения. В чем именно заключается суть вашей проблемы? Да, то есть, почему вы боитесь остаться одна? Почему вы не можете остаться одна? Почему вы так сильно нуждаетесь в тепле и ласке и заботе именно от мужчины? Ну, от мужчины нужно разбираться. Но определенно вот в этом направлении с чем всем вам нужно думать? В этих всех направлениях вам нужно думать, чтобы добившись в них определенных результатов стать более самостоятельным. Еще раз повторю, вам нельзя бояться оставаться одной. Вы пишите, что когда вы остаетесь одна, вам очень плохо. Плохо почему? О чем вы думаете в этот момент? Думаете ли вы, что никому не нужны? Думаете ли вы, что ни с кем у вас ничего не получится? Вот с этим и нужно работать. Дальше вы пишите, что бежите к бывшему спустя месяц. Понимаете? Вы бежите к нему. То есть бывший знает, что вы от него зависите. Бывший знает, что вы придете к нему рано или поздно. И, как вы, наверное, как вы, надеюсь, понимаете, уважения к вам это не добавляет. Напротив, это еще больше вас обесценивает. Напротив, это обесценивает вас, как женщина. Еще раз. Женщина – это равноправный партнер в личных отношениях с мужчиной. Вы таковым не являетесь, соответственно, это нужно исправить. И тогда у вас все будет нормально. Тогда вы сможете строить нормальные отношения. Как это сделать? Ну, понятно, что одна вы с этими направлениями, скорее всего, не справитесь. Тем более, что, как вы пишете, что вы уже занимались работой, учебой и спортом. Только вот работа, спорта и учебы – это не похоже на то, что вам нравится. Я уже об этом говорил. Это какие-то общие сферы возможные возможные деятельности человека, но не более того. Вам нужно больше смотреть в сторону личностного роста. То есть, того, что определяет вас, как личность. Вы воспринимаете себя, как женщину, женщину, мужчину. То есть, вы принадлежите мужчине, вы с ним. Но это и все. А кроме этого есть еще и ваша личность. Кроме этого есть еще то, что делает вас уникальным, индивидуальным, особенным, не похожим на других. И вот к этому вам нужно стремиться. Для этого необходимо несколько условий. Во-первых, это осуществление всех социальных ролей на высоком уровне. То есть, когда вы видите, что все социальные роли, которые от вас требуются, вы выполняете хорошо, идеально, вы начинаете уже развиваться дальше. И второе, это, собственно говоря, то, кем вы себя видите. Именно в узком смысле, без привязки к какому-то конкретному человеку, это и есть тот предел, перспектива личностного роста, который у вас есть. И к нему вам и нужно стремиться. если у вас есть проблемы с женским поведением, то есть, ну, вполне вероятно, что вы не совсем верно ведете себя, как женщина, по отношению к мужчине. Мужчину нужно очаровать, покорить и привязать к себе, чтобы он был с вами, не хотел оплату ходить. Для этого нужно женское поведение. Если этого вы не умеете, то, соответственно, вам необходимо учиться, вам необходимо осваивать модель женского поведения. Модель женского поведения берется либо из того, какой вы его себе представляете, каким вы его себе представляете, либо берется из уже готового прототипа и переносится на себя с обязательным учетом ваших личных предпочтений. То есть, вы перенимаете модель поведения какого-либо человека, ну, какой-либо женщины, но если вам что-то не нравится, вы это не берете, вы это оставляете, тем самым вы формируете свой индивидуальный образ женского поведения. Вот, пожалуй, такая работа вам предстоит, если вы хотите действительно избавиться от того, что с вами сейчас происходит. Еще раз повторю, это работа. То есть, это работа, планомерная работа над собой. С помощью психолога, или если вам не жалко своего времени, то с вашей помощью. смена ваших установок. То есть, для вас позволительно бежать к бывшему молодому человеку, потому что вам чего-то не хватает, но вы тем самым унижаетесь, и используете мужчину как средство, что для него, в принципе, является оскорбительным. если вам что-то нужно, необходимо получиться получать это самостоятельно. То есть, по сути, нести ответственность, полную ответственность, за свою жизнь, а не перекладывать ее на других людей. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Желаю вам всего доброго и удачи!